Привет, наши дорогие Хочузнайки! Хотите узнать, почему ваши глаза становятся мокрыми, когда вы испытываете разные эмоции, например, грусть или радость? Тогда смотрите это видео. Ну а если вы впервые на нашем канале, то советуем вам непременно подписаться на него, чтобы одним из первых смотреть наши новые видео. Согласно одной из гипотез, в те времена, когда человек еще не стал называться Homo sapiens, появляющаяся из глаз жидкость снижала нашу способность видеть, и тем самым мы демонстрировали нашим врагам и хищникам, что мы древние люди, не представляем для них опасности. Правда, почему-то мы сомневаемся, что рыдавший пещерный человек вызывал симпатию, допустим, саблезубого хищника. Теория о рефлекторных слезах или слезах в ответ на раздражение звучит гораздо более убедительней. Она гласит, что слезы возникают под воздействием какого-нибудь стимула, например, какого-нибудь раздражителя. Например, когда вы режете лук или близко сидите возле огня, и вам в глаза попадает дым. В этом случае расположенный в роговице чувствительный нерв замечает постороннее тело в глазу и сообщает об этом мозгу. В свою очередь тот отправляет обратный сигнал, сообщающий немедленно смыть чужаков жидкостью и вымыть их. Вторая распространенная причина слез – сильные чувства, например, боль, страх или счастье. Когда они накрывают вас, мозг реагирует на стресс активации слезных желез. Эти железы вызывают приток слез. Интересный факт состав слез различается в зависимости от причины, вызвавшей их. Рефлекторные слезы на 98% состоят из воды, а под воздействием эмоционального стресса слезы вырабатывают вещество, содержащее химические вещества, облегчающее боль и улучшающее настроение. Другими словами, когда вы режете лук, вы не испытываете чувств. И в этом случае у вас идут рефлекторные слезы. Но если вы фруктоед и жалеете бедный овощ, то по вашим щекам текут слезы эмоциональные. В то же время, если для взрослых слезы – это способ удалить попавшие в глаза частички или выразить эмоции, то для детей слезы – это способ выражения мыслей, это их язык, и у каждого ребенка он свой. Международная группа исследователей из Университета Вюртсбурга пришла к выводу, что плач ребенка зависит от языка, на котором говорит его мать. Если она использует тонический язык, в котором ударение в словах показывается повышением тона, то плач ребенка будет различаться по звуковой частоте. И наоборот, если она разговаривает на тоническом или монотоническом языке, где все слова и слоги произносятся на одной частоте, плач ребенка будет более ровным. К счастью, спустя какое-то время мы начинаем использовать вместо плача и слез речь, а затем начинаем плакать только по особым случаям и определенным причинам. Например, мы плачем от счастья, когда выходит новое видео на канале «Хочу знать». То, как долго вы можете плакать, зависит от эмоциональной привязанности к нашему каналу и вашего пола. Именно это установили исследователи из Голландии. Команда исследователей из Университета Тилбурга установила среднюю продолжительность хорошего плача. Для этого им пришлось заставить плакать пять тысяч бесстрашных мужчин. Эти храбрые отцы, сыновья, дедушки и внуки эмоционально пожертвовали собой ради науки. Согласно результатам исследования, мужчины переставали плакать гораздо быстрее, чем женщины. 65% мужчин приходили в норму спустя пять минут. Что касается прекрасного пола, то только 40% женщин возвращаются в нормальное эмоциональное состояние спустя пять минут. Но чтобы восстановиться после сильных негативных переживаний, таких как вина, страх или унижение, женщинам требовалось до 15 минут. При этом как среди мужчин, так и среди женщин имелись наблюдаемые, которые лили слезы в течение 30 минут. Также специалисты пришли к выводу, что порой, когда это становится необходимым, нужно плакать и не стесняться своих слез, и что плакать очень даже полезно. Ведь слезы не только смывают с наших глаз все лишнее и ненужное и выводят гормоны стресса, но и облегчают душу. На этом все, пока и увидимся в новом видео.